Доброе утро! Доброе утро, мои дорогие! Ой, что-то я сегодня даже не отдохнула за ночь. Но зато я вчера ночью выложила наконец-то видео. А что, больше суток не могла выложить. Уже вся изнервничалась. Вот, а сегодня мне что надо? Сегодня уже мне одна Наташа написала, что выиграла в розыгрыше. Но я еще не в курсе, кто еще выиграл, девочки мои. Вот, но все равно, кто бы не выиграл, я вас поздравляю. Я очень рада всегда за тех, кто выиграл. Ой, я только проснулась еще вообще никак. У меня уже все встали. Ой, сейчас пойду. Чтобы я его кофейку попью, хоть проснусь никак, проснуться не могу. И надо будет опять видео выкладывать, потому что за сутки одно только видео выложено. Сейчас я, мои золотые, сейчас я проснусь. Сейчас я проснусь, как я поскачу. Как запрыгаю. Ой, не могу. Сейчас зайки мои. Ой, за мусором приехали. Грохот, шум. Ой, мои дорогие. Саша прислала видео, как Данте выпрашивает мороженое. Ну, это просто. Я говорю, скорбь всего мира. Я не могу. Я так смеялась. Господи. Боже ж ты мой. Вот что Сашка, что Данте. Вот дети. Они все дети. Что собаки, что дети. Господи. Ой. Что делаете? Я мамке оставить. Ну, чуть-чуть. Нет, облизывай. Все. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть, да. Наши сейчас поедут. Олежке очередную прививку от бешенства делать. Ой, а мне нужно сегодня как хош на почту попасть. Отправить бандероль. Девочки, вы не представляете, как приятно, когда мне присылают фотографии в моих украшениях. Вот не представляете. Мало того, что я забываю уже, что я делала такое. И вообще для меня это так удивительно, что человек живет где-то. Никогда я ее в глаза не видела. Приятная такая. И в моем украшении. И так прям смотрится здорово. Что мне самой нравится. Вот, сейчас вам покажу. Ой, пока мы с Сашей поспали, часок. Ну, он-то и сейчас спит. А я тут лил такой дождик. Просто вот. Разверзлись хляби небесные. А сейчас проснулась. Саша моя позвонила. Проснулась. Вон, какая красота. За какой-то час. Вон, Костя, что тут делает. В комнатушечке. Все зачищает. Очередной погром. Так вот. Ушли. Видно, Станя и наверх. Пока мы спали отдохнуть, наверное, тоже. А я прям не могу. Дождик шел. Я с утра вот это, три видео смонтировала. Выложила два. И прям вот засыпала. А тут такой хороший повод, что Саше спать нужно. И прям вот час поспала, встала, как человек. Можно по новой за дела браться. Что я сейчас и сделаю. Смотрите, он целое бедро настригал. Это еще только вот тут, с одной стороны. Вон еще сколько цвести будут. Еще надо с другой стороны пойти подстригать. Да. Вот это тоже. Вот это тоже уже все сыпется. Видите, сейчас приезжал. Телефон забыл. Вот еще один. И еще. Как-то сразу не замечаешь. Ой, в доме столько работы. А тут еще, когда вот такие приезжают гости, которые сами любят работать и другим не дают отдыхать. Это просто завал. Ладно, пойду дальше стричь. Стрелу дал. Ох, первый раз. Он молоденький. Костя у меня вчера шланги купил. Модные, которые... Вот там кран открыт, а тут не течет. О, как? Бабушка скажет Интеграция рекламы. Да, ну, инстаграма. Смотрите, как. Раз, и не течет. А вставил, потекло. Не надо ходить туда-сюда вот этот кран выключать. Что это, что это? А-а-а! Проснулся, выспался. А-а-а-а! 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 Больше, меньше. Ага. Ну, и эти штуки тоже. Ага. Больше. Разберусь. Красота. Стрелу дал. Первый раз. Он молоденький. Да, стрелу. Костя мне вчера шланги купил. Модные, которые... Вот там кран открыт, а тут не течет. Ну, а как? Бабушка скажет Давай покажем. Скажет интеграция рекламы. Да, ну, инская реклама. Вот смотрите как. Раз и не течет. А вставил, потекло. Не надо ходить туда-сюда вот этот кран выключать. Да. Что это, что это? Проснулся, выспался. А-а-а! Смотри, больше. Меньше. Ага. Меньше. Ну, и эти штуки тоже. Ага. Больше. Тут разберусь. Разберусь. Красота. Как я люблю всякие полевые цветы. Вот просто прям вот люблю. А я... Мои уехали на море все. А я осталась дома. И вдруг я понимаю, что у меня сигареты заканчиваются. А тут как раз автобус последний. А вот такие цветут. А вот такие цветут. Думаю, ну-ка доеду я до перекрестка. Ну, не просить. Не просить же людей, не курящих, еще мне сигареты покупать. Думаю, заодно прогуляюсь. Маленько пройдусь. А то сегодня что-то... Весь день, можно сказать, на заднице просидевши. Я свыклону с этими видео. Ну, смотрите, какая красота. Ну, вот доехала на автобусе. Сейчас буду пешочком идти. Опять чего-то там темное. Ветер какой дует. Ну, и купил еще внукам пахлаву. Это им просто вот на две минуты. Ну, зачем их трое? По две штучки взяли, и все. Ну, вон какие еще хорошенькие. Цветут. Вот так и прогуляюсь. И на цветочки посмотрю. Вон еще островок с маками. Все, теперь до следующего года. А вот и яблоки висят. Так, у дороги яблоки. Ветер сильный. Никак ветра не перестают. Вот, уже июнь месяц. Сейчас только на остановке стояли, с дамой разговаривали. Она говорит, ты помнишь, чтобы вот так вот, в середину июня, чтобы дожди шли? Я смеюсь, говорю, мне надо по видео по моим посмотреть. Она говорит, я не помню. Уже жара должна быть. Я говорю, что весна была непонятно, какая затяжная. Наверное, и лето такое будет. Все забываю взять с собой ножницы, отстричь вот эту колючую красоту и сделать ну, или кашпо, или, не знаю, просто как тарелку вот с такими штучками разрисовать. Ну, красота же, ну. Ну, все время забываю. Так скоро все отсветет. Каждый год у меня так. Что-то хочу, забываю. Потом опомнюсь, уже нету. Вот это мне сказали, что это лох серебристый. Но плоды похожи на оливки. Он как цветет тоже, желтенькими цветочками. Ну, что, потихонечку. Вон там синий переход впереди мой. Ходок из меня, да. Ой, мне тут одна написала в Вайбере. Ходить больше надо. Ой, так вот жалко, не видишь этих людей. Я бы ей сказала. Идиотка. Тебе за пять жизней столько не проходить, сколько я ходила в своей жизни. А теперь умные, хорошие врачи говорят, что нужно беречь то, что осталось. А не насиловать с упражнениями и всякими делами свои уже искалеченные ноги. Так что вот, видите, миндаль растет. Мне не попадается. Я бы вот с удовольствием миндаль посадила. Он отцветет красиво розовым, бордовым. Ну, быстро, правда. Ну, конечно, быстро отцветает. И орехи, и... Мне он очень нравится. Ну, мне как-то не попадается. Так что... Кому ходить? А кому уже дохаживать? Дело такое. Ёжик раздавленный маленький. Ой, как жалко их. Не могу. Ёжики, коты, собаки, лисы. Коровочки гуляют. Лежит, отдыхает под деревом. Правильно. Чего ноги тут топтать? Поела? Да лежи себе, отдыхай. Да, моя дорогая? Голову поворачивает, слушает. Вот видите? Грецкие орехи, миндаль. Вот тоже вон грецкий орех. Сажают люди за забором. Меньше пыли летит. Ну, не так шумно, наверное. Ну, и в то же время рядом с домом. А у нас вот эти хозяева бывшие насажали акаций, чтобы мусора во дворе было побольше. Орех грецкий, сколько места занимает. Ну, вот. Вот так вот хозяева отличаются друг от друга. Ну, вот. Я дошла, посмотрела на часы. Девчонки, ровно полчаса я иду один километр. Буквально спринтер. Ой, не могу. Ну, что делать-то? Тут расстраивайся, не расстраивайся. Конечно, расстраиваюсь, но в то же время ничего не сделаешь с этим. Я думала, мои приедут с пляжа, обгонят меня, а у меня ключи. Нет, их еще нету. Не знаю, что там в такую погоду делать на пляже. одни облака. Вот, теперь я могу вам показать крышу. А то вы-то, наверное, не замечали. А я старалась ее не снимать. Потому что прям было вот это все облетело. Ужасно. Позор. Ну, а теперь вот еще заборчик покрасил. Костя купил там штуки металлические. Сказал, снимай свою собаку, будем менять. вот так вот. Слава Богу, облетели эти акации. Три штуки. Четыре. А была еще и во дворе. Вот там, где летний душ у нас, там еще была одна. Это просто был, вот простите меня, срач. мы ее удалили как-то сразу прям в первый год. Ну, вот, ну, шо это? Ну, нет, что путных посадить. Ничего, я осенью посажу два грецких ореха сюда. Вот тут я уже сажала, но Витя косит мне все подряд. Не дает вырасти, поэтому я уж осенью посажу. Правда, говорят, они растут долго, грецкие орехи. Ну, а что? Когда-нибудь вырастут, людей порадуют. Вот эту обрезала, а эту не обрезала. Ой, не хватает двух женских рук. Тут надо шесть хотя бы на все это. Ну, что, мои хорошие, спасибо, что со мной прогулялись. Я с вами поболтала. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что сейчас мои приедут, я и закат это пропускаю. В суете в этой. Вот, а пока спокойно можно хоть попрощаться. Тяжело мне, девочки, тяжело. Тяжело, нелегко, но хорошо. хорошо, прям все двигается. Костя сейчас перед пляжем говорит, мам, что еще разнести? Я говорю, ну, ты че? Это бы успеть сделать отпуск в работе, как не знамо кто. Он говорит, разнесем, тогда придется делать, а так и останется. Да, дел еще просто. Ну, я вам потом понятно в процессе покажу. Так что все идет своим чередом. Работа и работа на ютубе. и канал на Яндекс Дзен все работает. Саша там уже много видео выложила, ну, и старых, и вот эти вот, которые последнее время. Ну, там чисто то, что руками делаю. Ну, я же, правда, умудряюсь делать украшения и болтать с вами тоже, так что. Вот. Ладно, лапочки мои, давайте, хорошего вам вечера, спокойной ночи, пусть все будет хорошо. пусть вас никто не обижает, а вы, в свою очередь, не давайте себя обижать. Ладно? Нас нельзя обижать, мы с возрастом обидчивые становимся. Я вот сама за собой замечаю. Я даже на Сашку обижаюсь. Я потом-то, ну, потом-то я, конечно, ну, понимаю же, что он ребенок, что он маленький и глупый. Ну, представляете, даже на Сашку обижаюсь. Ой, надо сигареткам достать. Ой-ой-ой-ой-ой. Где у меня там зажигалка? ой-ой-ой. Да, девочки, напишите мне под этим видео, кто выиграл. А то это Саша будет отправлять. Я так могу и не узнать. Мне Наташа вот одна написала. Напишите, похвалитесь, я за вас порадуюсь. А так, в общем, пусть все будет хорошо. И у нас, и у вас. Постараемся, конечно, не болеть, ладно? Ой. Ну, хотя мы, конечно, постараемся, ну, что из этого получится. Но все равно, даже если что-то болит, надо держаться. Я вот прям стараюсь, стараюсь как-то себя стимулировать, что ли. как-то взбадривать. Ну, понятно, что бывает прям грустно совсем, но все равно надо стараться. Потому что когда ноешь или жалуешься, легче-то от этого не становится. Правда, мне дочка Саша говорит, ты никогда не скажешь, когда у тебя что болит, ты вот это все время скрываешь. Я им не люблю жаловаться, я вам жалуюсь. Ну, потому что вы по возрасту мне близки, по, скажем так, может, менталитету. Вот. Как-то вы поймете. а молодежь-то они не особо наверное поймут. Ну, во всяком случае, им еще до этого далеко. И слава богу. Ладно, лапуськи мои, а то я уже заболталась. Машины носятся. Мы вчера прям поражались, сколько машин едет. И все вот регионы разные-разные. Господи, откуда только не едут. Сезон начался. Сейчас, а, да, вот, перед тем, как я это самое пошла, ну, в магазин, приехал молодой человек, который возит воду мне. А я еще говорю, ой, говорю, а, он смеется, говорит, думал, до вас не доеду. Я говорю, я тоже думаю, время почти пять часов. Обычно-то он приезжает, ну, к обеду в максимум. А он говорит, представляете, сколько народу уже приехало. Я семьдесят с лишним адресов объехал. Но он и в межводной и везде возит воду. Вот, сколько народу приехало. Раньше он до обеда и все, и заканчивалась работа. Так что мои хорошие едут. Он говорит, еще бы все понимали, как вы, а то говорят, а что у вас разве не так, позвонил и привезли. Нет, тут не так. на весь Черноморский район три вот фирмы, которые разводят воду. вот считайте, три машины. Так что сезон открыт. Все хорошо. Вот. Ну ладно, все, давайте, я вас обнимаю, целую. Все, я пошла домой. До завтра, мои дорогие. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok